Всем привет, это подкаст YouUpDesign, сегодня понедельник, 22 декабря, и громкие темы у нас такие. Закрывают Pirate Bay. Уже закрыто. Breakets вышел в версии 1.1 и обновили экстракт. И на Typekit тоже появляются новые шрифты. Погнали. На Медне закрыли такие Pirate Bay 9 декабря. Да, причем, как сказать Pirate Bay, ну все мы знаем ресурс, который был на .se на шведском домене за хостин. И вот именно шведская полиция нагрянула, видимо забрала все сервера, все банки унесли. Вот, поэтому именно вот Pirate Bay, который был в Швеции, его закрыли. Сейчас он доступен по Коста-Виканскому домену, но это уже не тот Pirate Bay, который мы знаем. Это уже просто там что-то закешировалось, то есть мы можем так же скачать, потому что, ну, это везде у всех есть эти файлы, их можно скачать. Но как, именно как единица боевая, вот, в Pirate Bay он не будет уже существовать. А? Почему? Причем надежды-то питают еще люди. Надежды что-то питают, да, подпитывают. Я не знаю, они, может быть, пока следствие идет, может быть, они там оправдаются, что там что-нибудь это, но вот как бы то ни было. Ну да, я думаю, объяснять не стоит вообще, что это такое и так понятно, но вот создатели ISO Hunt, я так понимаю, они и создатели старого Pirate Bay и поддерживали тоже там кто-то из них. Ну нет, они создатели ISO Hunt. ISO Hunt это агрегатор, который из Pirate Bay, в том числе брал Торренту. То есть, ну, я так понимаю, они знакомы. Ну, я не знаю, насколько лично, но да, то есть, Pirate Bay это шведы, то есть, они как бы и живут там, фактически. А ISO Hunt это американские. Так они просто сколько всего переезжали-то, и сначала были... Ну, это они же с доменов переезжали, это же они не сами переезжали. Но сейчас, то есть, они в конце действительно в Швеции, они всегда там... Ну да, вот потому что было там шведский, ну, не знаю. Было и Голландия, и... И мы их легализовали в какой-то момент, а потом... Ну, это надо следить, то есть, здесь в комментариях напишите, кто может самую полную в мире какую-нибудь инфографику по истории Pirate Bay приложить, потому что там запутанная какая-то эта вся история, там, то уходили люди, то приходили, то начинали там... Ну, были смены курса в 2012 году. Вот здесь на лайфхакере написано, что это временная версия Pirate Bay, но это, естественно, неправильно. То есть, это просто закешированный дамп, база данных, сама она не обновляется из-за того, что сервера унесли. То есть, что было доступно по адресу вот... Здесь они рассматривают еще трекеры, которые тут, как бы, ну, хорошие. Ну, КГС, да, правда, крутое, остальные понятия не имеют. Ну, вот, кстати, надо сказать про торрендей. Ну, да, да, торрендей классно. Ну, торрендей чем не классный, тем, что там надо регаться, иметь репутацию практически, там, все еще есть это, да? Да, там это есть еще как, и там даже, по-моему, в какой-то момент закрытая была регистрация, я не знаю, насколько сейчас. Да, надо было выдавать, я помню, практически. Но у меня всегда, когда я туда захожу, у меня горит, что у меня есть два инвайта. Давай посмотрим, как это сейчас выглядит. Вот, видишь, инвайт с два и сердечко. Если я сейчас разлогинюсь, будет ли у меня регистрация? Ну, нет, есть сайн, а, видишь, инвайт он ли. Ну, вот, да. Ну, вот, это тоже минус. И там все есть, так же, как на Кикэссе, я так понимаю. Там вообще... На Кикэссе открыто. Он реально наследник Пайрат Бэй и денег нет. Но если говорить вообще про... Исохант надо подавить. Да, да, про закэшированные версии, то теперь доступен AllPirateBey.org. Это ребята из Исохант. Они качнули как раз весь тот дамп базы данных. Ну, и если Коста-Риканский домен вдруг отвалится, его же тоже там кто-то поддерживает. Они сейчас под следствием. Там это и не до этого будет. То вот AllPirateBey всегда будет доступен в наших сердцах. То есть, вот. Ну, тут в новостях это тоже написано. На ссылочке ставим, посмотрите. Ну, я думаю, вот вследствие вот этих дел, потому что 19 декабря, да, вот, ребята из Исохант изобрели вот эту штуку, которую ты сейчас откроешь, следующую. Нет, нет, вот это их сайт, он давно. Это их сайт, я тебе OpenBey имею в виду. А, извините. Вот он. Да, то есть они, видимо, вследствие того, что их уже везде прикрывают, закрывают, они вот решили, ну и просто, что вот этот бренд Bay, именно что, PirateBey там и все такое, можно теперь с помощью, я даже не знаю, что там внутри, если честно. Ну, давай зайдем на репозиторию. В общем, OpenBey это такой проект, который они практически open-source или что ли. Короче говоря, ты можешь поднять свою PirateBey. Ну, я так понимаю, это именно список, то есть список ты можешь поднять, базу именно. Ты можешь поднять базу, и там скрипты работают, которые тебе ее обновляют, пока их не бахнули. Да, то есть вот здесь видишь, обрати внимание, первый пункт, PirateBey скрипт. Run your own PirateBey, download the script and follow instructions, includes database updates by default. То есть база данных у тебя будет обновляться. Можно у себя в локалке поднять PirateBey, если у вас к корневым каким-то там серверам, с которых они подкачивают, не закрыт доступ, то у вас всегда будет что-то подобное. Ну, я так понимаю, они через свой исохант весь трафик пускают, потому что, ну, даже, так, я это прикрою, даже вот здесь на PirateBey, old PirateBey, они говорят, что, типа, а все пацаны, которые были релизерами на PirateBey, добро пожаловать к нам на исохант.to. Я вот думаю, в чем плюс, в принципе, и так все хранят эти торренты у себя, то есть именно сами, как бы, файлы с .torrent, они, в принципе, в чем плюс хранить все дерево вот это вот? Ну, как-то, и ты без дерева, ты не доступишься к ним. То есть в любом случае должен быть, это не, к сожалению, это все еще централизованная сеть. То есть все говорят о том, что P2P-сети умирают из-за того, что централизация. То есть вот E.Donkey, если ты помнишь, все, он был, сервер был нужен только для того, чтобы, ну, хотя бы примерно для того же, но там реально можно было, если ты знал адрес, качнуть. А вот он. Да, а в торрентах нельзя никак. То есть здесь вот этот трекер, вот у нас, например, для наших всяких популярных рутрекеров, в нашем локальном челябинском провайдере есть ретрекер, который делает нам дерево еще внутри иски, у кого что есть, и мы друг у друга из локалки это тянем. Чтобы вообще быстро все было. Да, да, если кто-то, то тоже киношку скачаем. Поэтому, ну, тут, кстати, если вспомнить, что мы, говорят, дизайнеры, вот тут Макс Уитт 100% не прописали. На сайте isohan.tv. Не прописали, а хотя они вот new isohan designs. С 16 декабря им никто почему-то не сказал о том, что тут немного рушится. Ну, кстати, вот, если зайти чуть меньше экрана, я сейчас приблизил, то есть на iPad'ике где-то еще, оно вот уже вот так стакается и более-менее работает. Ну, я думаю, их это вот смело волнует вообще, да. Потому что здесь вот я жму, и у меня, оп, а что у меня тут? Smart Profits, Free Video E-bills, бла-бла-бла. Короче говоря, реклама у них тоже есть, как это не прискорбно. Поэтому, ну, разберутся, как-нибудь, форумы какие-то есть. Так что, пока нас не закрыли за это все обсуждение, к следующей, следующей рекламе, выше Brackets 1.1. Ура! Да, то есть тут, причем написано, что Brackets 1.1 был загружен 400 тысяч раз за последние 5 недель. Но, когда-то давно, знаешь, год назад, когда мы только открыли паблик на ВК Brackets, Санька делал инфографику, типа, сколько каких скачано было. Но там, знаешь, порядка 10 тысяч, 15 тысяч, вот такие цифры были на старые релизы. О-о-о! Но ты просто вспомни, Brackets 1.0, когда вышел, он вообще везде бомбанул. Во всех рассылках они купили место. Да, да, кстати. Поэтому тут такой всплеск, он понятен об изменениях в версии 1.1. Ну, тут про стабильность, это бог с ним. Обновили хромиум, это все понятно, все более-менее хорошо работает. Теперь можно собственные настройки в файл Brackets JSON кидать прямо в корень проекта. И можно регулировать, какие линтеры, какие проверочники вы будете для каких типов файлов использовать. Ну, короче говоря, если у вас какая-то полиси внутренняя в команде, как JS проверять, JS Hinton или JS Linton, то вы Brackets JSON тоже раздаете, там, через GitHub или через чё вы свой проект раздаете. И у вас у всех одинаково в Brackets, и будет это проверять, не будет путаницы. В кросс-браузер Live Preview теперь можно не только в Chrome смотреть Live Preview, ура. То есть можно еще и в Safari теперь очевидно это делать. То есть мне никто бы шли в личку, не будет писать, а почему у меня не работает там Live Preview? Я надеюсь, что мне тоже, потому что нормально. Вот. Но что самое главное, можно теперь инструменты разработчиков на Live Preview открывать. Я вот не знаю, ты помнишь или нет, но я когда еще пользовался Brackets'ом, пользовался Live Preview, для меня это боль была. Если открыть инструменты разработчика, то Live Preview прерывался, и нужно было перезагружать страницу, заново жать на значок молнии. Короче говоря, вообще нельзя было инструменты разработчика открывать. Теперь можно. Но это все экспериментальные фичи, то есть здесь вот надо какой-то ключ добавить в Brackets JSON, опять же. Ну, добавить, если хотите, это прикольно. Экстракт тоже обновился, теперь можно напрямую, если вам дизайнер с Creative Cloud ссылку кинул, можно ее прямо вставлять в плагин и открывать там PSD или что у вас там будет по адресу. И, кроме этого, еще теперь при запуске поначалу будет гипнем большое о том, типа, вот это экстракт, вот так им пользуется. Ну, я вот здесь буду пытаться открыть скриншот, который замыленный, беспонтовый. Ну, вот такими всплывающими подсказочками, вы видите, что вот это слой, выберите слой. Когда выбрали слой, можно нажать кнопочку там, экспортировать стиль и так далее, посмотреть сколько там. Ну, я вот не сильный эксперт в Brackets, экстракт все еще как-то не пробовал, но, но да. Ну, это, наверное, типа они продолжают развивать? Ну, ты про Creative Cloud, да, то есть Adobe к этому и шли, они как хотели. Всех зацепить этим. Да, так они продолжают это свой такой, знаешь, мекку для фронтендеров они делают, которые вот из PSD верстают кривые HTML-шаблоны нам, настоящим программистам, это все далеко, да? Просто видишь, это еще, возможно, знаешь, как ты, у тебя не было вообще ни одного продукта от Adobe, тут ты получил бесплатно его, и тебе это толкнуло зарегаться в Creative Cloud, тебе это, может быть, толкнет купить Photoshop. Ну, да, купить этот пак для фотографов сначала, ну, это 300, что ли, рублей или 400 месяцев стоит, и уже как-то начать, ну, да, 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 они конвертируют, конечно, в своих покупателей людей, но это правильно. Ну, конечно, они сделали пробу такую, конечно, они имеют право. Да, Live Preview режим, он, конечно, он классный, потому что он еще и подсвечивает блоки, то есть много кто говорил, что, да ладно, там, че там, я Live Reload пользуюсь через Grand, мне все нормально. Ну, вот там не подсвечивает блоки, то есть, ну, если вы прям настолько хотите, как-то это, на огромном мониторе, там, какого-нибудь ретина iMac 4K, то у вас там слева в уголочке подсвечивается, чуть-чуть правее вы код пишите, еще чуть правее вас «я плакал» открыт какой-нибудь, и снизу еще скайпите. Не, ну, это, мне кажется, это гигантская тонна информации, особенно если я плакал открыт. Ну, а мне кажется, люди, которые BookBreakets'ом пользуются, им гигантское, они это все фильтруют на раз, у них уже природные фильтры, как у кита ус. Вот девелоперский, дизайнерский ус у них работает, он тоже отсеивает все нужное и не нужное. Он такой, знаешь, завитой такой ус. Он такой, как у, я не знаю, у шерифов? Нет, у шерифов. У гусаров, у польских всяких. Польские. Польские. Ладно, надо к следующей теме переходить. Давай, а мы очень, казалось бы, серьезные темы, но очень несерьезные. Вот судья округа Нью-Джерси в Штатах разрешил полицейским создавать фейковые аккаунты в Инстаграм, если это необходимо для расследования. То есть, сейчас произошел инцидент, во-первых, из-за которого он разрешил, значит, некий Дэниел Гадсон, или Гадсон, я не знаю. Гадсон, да. Он прям вот воровал, воровал какие-то украшения, деньги прям воровал. И у себя в закрытой, в закрытой, в закрытой Инстаграме постил фоточки, значит, с, видимо, как он там в цепях, там, с баблом, короче, сидит. И писал, вот я новую украл. Вот, видимо, писал, что я украл, и там-то-то, наверное, отмечался, где украл, я не знаю. Скорее всего. Ну, ну, представьте, в закрытом, ты зачем закрываешь, и зачем ты добавляешь других людей каких-то, которых ты не знаешь? Ну, хотя они бы, так просто укуренный дурак. Вот три миллиона, что такое на три миллиона украсть этих? Ну, это не так много, наверное. То есть, если ты просто пару раз ночью прокрался в какую-то ювелирку сельскую, которая не защищена уже ничем, два стола вынес, вот тебе уже три миллиона. Ну, да. И ты это сфоткал вместе на своей кобыле, там, или на своем пикапе, это в багажнике. Смотрите, я украл хрен. Тебе полайкали твои дураки, друзья? Да-да-да. А копы-то, наверное, скорее всего, в какую-нибудь бабу, как обычно. Выиграть айфон. Сделали киска 666, не лайками. Да, сделали аккаунт, добавились к нему. Он, конечно, с радостью повипендриваться добавил ее. Ну, вот, да. И все, и все. А он, причем, подал в суд, естественно, на окруженного судью, что он это самое, вот. Да, что, типа, ну, как так? Это же разве это, ну, предъява? Можно ли? Оказывается, вот теперь можно. Сделали так, что, ну, в Нью-Джерссе, я не знаю, как в других. В Нью-Джерссе, видимо, мы в юлике не сможем своих ролик. Ну, нет, я просто объясню, почему вообще так. Вдруг нас кто-то читает. Читает. Нас читают. Слушает и смотрит, кто не знаком с правом в Америке. Я уж не знаю, насколько у нас я. Он с нашим правом я не знаком. Так вот. И без ордера там невозможно собирать какие-то вещи. Например, вот ты точно знаешь, что в доме у этого человека труп. Но если у тебя нет прямых улик, которые на это указывают, то есть его письма, я у себя дома зарыл труп, то ты не можешь к нему в дом нагрянуть и обыскать его. Это незаконно. И, соответственно, ты его не сможешь за этот труп привлечь, хоть ты 150 раз знаешь. Тебе нужны какие-то подставные люди, которые случайно к нему зашли, увидели труп, доложили тебе и не побоялись посвидетельствовать. То есть анонимные вещи тоже не работают. Но ордер на обыск, я думаю, у нас тоже такая тема. Но чтобы его получить, вот нужны прямые улики. То есть если тебе кто-то соседкой не скажет, что у него дома труп, то тебе не дадут ордер на обыск. Хотя, может быть, даже и соседкой не считается. Ну, то есть там реально какие-то вещи. Чтобы попасть на твою собственность, надо заколебаться. Да, да, да. Вот чувак, когда подавал в суд на судью, но не на судью, на коп. Он думал, что здесь вот сработает вот эта штука, что типа там это его личная собственность. Ну вот нет. Посчитали, что социальные сети все-таки, наверное, не стоит такое выкладывать, посетить. Так, да понятно. Да просто приду. Ну помнишь, у нас с тобой есть знакомая одна, которая... Хотя нет, у нас много с тобой знакомых, которые закрыли твиттеры, потому что они работают учителями в школе. Ну да. И они пишут гадости про детей и про других учителей, чтобы никто этого не узнал. Они закрыли свой твиттер. Я думал, потому что они фоткают бриллианты. Ну, видимо, это тоже. Но у нас открытые с ними твиттеры, поэтому бриллиантов я не видел. Может, они как-то меня ограничили. Ну вот, в общем, да. В общем, смешно. Постерегайтесь в Инстаграм свой закрытый что-нибудь пласть. Кстати, на наш открытый тоже подписывайтесь. Так, на Typekit новые шрифты появились. Букмания, сервус слаб и Madre Script. Ну и если про сервус слаб... Ну да, сразу скажу, кириллицы ни в одном из них не поддерживаются. Но если вдруг вы просто любите красивые шрифты, работаете на... На дяденьку. Да, на нерусского дяденьку, то обратите внимание, сервус слаб он такой, прикольный. Madre Script для каких-то или хитрых логотипов, для бьюти-блогов каких-то британских, не знаю. Для булочных. Можно что-то придумать. Да, кстати. Заголовочек. Ну да, да. Я прям вот... Я даже... Да. А вот Bookmania это классный шрифт от студии Марка Симонсона. Я давно очень люблю его студию. С тех, в самых пор, как он сделал Proxima Nova шрифт. И даже не только Proxima Nova, есть еще шрифт Anonymous Pro, который моноширинный для кода, и он его бесплатно даже выпустил. Там даже есть кириллицы. Это супер просто гениальный шрифт, который я использую в всех редакторах кода, и в консоли, и вообще везде он классный. Посмотрите. На код Bookmania. Кроме того, что это очень такой теплый, красивый серий в шрифт. Давайте зайдем к нему на сайт. Вот он. То есть прям вот как будто вы старую какую-то книжечку с желтыми страницами взяли, кроме Шекспира Томми. И вот он прям таким шрифтом написан. Мы вот часто поддержанные книги с Никитой Штатой покупали. Прям вот он. Ну, здесь он пишет историю, что он какие-то чуть-чуть вдохновлялся шрифтом Bookman Old Style, который еще в 1905 году был. В 1901. Что-то не все. Вот. Ну, очень-очень классный серий в шрифт. Кроме этого, здесь есть еще вот такие буковки, как же они называются? Swash Characters. То есть можно... Я не представляю, как это в Open Type фичах будет. Ну, как-то... У меня почему-то Creative Cloud валился перед скринкастом. Я не смог его к себе установить и в фотошопике попробовать. Но попробуйте, напишите в комментариях, что думаете. Ну, может быть, даже ему напишут. В общем, Swash Characters как-то можно включать. Вот такие буквицы делать. Small Caps, естественно, поддерживает. All Style Figures. Ну, в общем, это здорово. И лигатуры. То есть здесь даже прям... Не только классические, типа, FI, которые там друг с друга перетекают. Ты понимаешь, Никита, о чем я говорю? Да-да-да. Вот. То здесь еще и вот какие-то вот, типа, буквичные тоже. Ну, короче... Ну, а как использовать? Вот я хочу именно, чтобы вот перетекало. Это есть в фотошопике. Есть прям кнопочка, когда ты абзац или параграф выбираешь ее. Или Character. Character по-рус, по-английски. Там Open Type Features, менюшечка. И там кнопки есть прям. Включить лигатуру здесь для этих букв. Там и так далее. Короче говоря... Короче говоря, шрифт 2011-го, но сейчас только в Typekit от Adobe это сделали. Ввели супер просто шрифт. Попробуйте обязательно какой-нибудь просто текст на английском имя сделать. Прям такой теплой атмосферы. Ну, я так понимаю, кто 50 баксов отдает раз в год. Ну, там вещь в чем дело. У Typekit, если посмотреть на его прайсинг, я не знаю, мы сейчас дойдем, где-то нет. Неважно. В общем, там несколько планов. 50 долларов это наш план, да? Да, с тобой, девелопер. Там все шрифты доступны, там 100 тысяч посещений в месяц. Ну, в общем, какие-то есть вещи, да? У них есть бесплатный план. Это я знаю, да. И там не все шрифты. Вот какие-то попсовые, типа PtSans, PtSeries, по-моему, входят во хриппак. Но вот не знаю насчет Bookmining. Так PtSans и так бесплатно. Ну, то есть все бесплатные шрифты. Да, да, очевидно, что он и так его Паратайп раздают бесплатно. Кстати, тоже у Паратайп такие классные шрифты. На Typekit очень много их есть. Это русская студия? Да. Да, Москва. Она еще в 80-е образовалась. Ну, блин, работает. Ребята прям снимаем шляпу. Переходим к следующей теме. Тоже кто работает? Вот сегодняшний наш сайтик. Как это? Хотел какую-то присказку придумать. Не придумал. Сайт на концовочку. Сайтик, сайтик. Да. В общем, Паула Боровска, которую мы знаем, любим, которая живет в Сан-Франциско и в Нью-Йорке, ездит по Азии в последнее время. Ну, она фрилансер, да, работает. Сколько это? 22 исполнилось в этом году. Она написала Mobile Design Book свой, пишет много постов на дизайн-моды. Мы их периодически выкладываем в паблик, но не только на дизайн-моду. У нее свой блог на Beam Limited.com, там неплохо, там про дизайн и про юзабилитет, неплохие посты. Вот она сделает себе персональное портфолио. Что мы сразу видим? Что бросается в глаза, что вот ты бы сделал по-другому, Никита? Логотип. Ну, ты как минимум бы логотип сделал, наверное. Ну, или даже если бы не сделать, то белое на белое. Хотя бы просто Паула бы написал красивым шрифтом. Таким, как, например, Madres Script, да? Да, так точно. Ну и сразу, вот если бы она написала Паула таким, да, я тоже булочная. Прямо на круассан. Она сама как булочка? Блин, а. Вот, она прям круассан с творогом такой ест и кофеёк на Монмарте перебивает. Ну да. Ну и вообще, конечно, контраст поган. Не знаю, о чём она думает, но вот это всё тоненькое, вот это... Оно, конечно, типа красиво, может быть у них в рядах дизайнеров это круто всё. Подожди, а когда мы скажем про то, что это, собственно, библиотека в Javascript Dollar? А сейчас, когда начнём скролить, и скажем. Давай. Потому что мы здесь скролим, оп, текстик, ну и вы думаете, ну сейчас я про... ну это просто дизайнерский отступ, да, я сейчас прострою и дальше почитаю. I do what I do today, because when I was a young kid, I wanted to be like Daddy and make... Опа! И не знаем мы, что она make, потому что... Вот этот вот... Как ты сказал, библиотечка? Вот библиотечка, она странички вот так сильно перелистывает, и что не попало в поле зрения, то уже не попало. Ну давайте доскролим, просто чтобы понять картину главной страницы. Угу. Вот, ну тут неплохо, тут уже какое-то говно. Ну тут отступы у тебя эти соблюдаются везде, дизайнерские. Да, да, сейчас будем разбираться. Да, и тут тоже уже какие-то эти... И вот тут дальше тоже вот это вот... Достаточно... В общем, Ghost Buttons, это и пастерсы. Ghost Buttons, это, конечно, круто, но их надо на чем-то ровном использовать. Не когда у тебя здесь ридер с каким-то текстом снизу, и ты на нем хочешь еще супер тонюсенький шрифт какой-то увидеть. Мгм, вот это тоже вот, ну, ну... Ну да. Это смешно. Interested in working with me? Нет. Go ahead, get in touch. Не будет. Вот. Переход все наверх. Если посмотреть другие страницы, то тут уже что-то как-то более-менее, хотя контраст все равно хромает. То есть здесь вот даже у нее writing disclaimer. To be fair, these are not the only posts I have ever written. These are just the most awesome ones. В общем, он такой белый, опять же, на белом, что то, что это disclaimer, никто и не узнает. Ну, вот. Да, здесь на самом деле на сером-то вот этот белый, это, конечно, жесть. Ну, не знаю. Вот, правда, не понимаю, о чем думают люди. Контакт этот, нас на главный, да, увидят? Вот. Потом я, когда мы готовились к этому, я тебе скинул, да, ссылку, ты говоришь, ну, не, у меня более-менее. Давайте посмотрим, как выглядит более-менее. У меня вот здесь Яндекс.Браузер Альфа, как в предыдущем, в предыдущем подкасте вы обсуждали. Давайте посмотрим, как на Chromium выглядит. На Chromium чуть-чуть другие отступы. То есть тут, ну, как-то можно уже хотя бы весь текст прочитать. А его много на самом деле. Как оказалось. Да. Тут уже тоже чуть-чуть повыше. Здесь вот это все, ну, хотя бы как-то по-контрастнее выглядит из-за того, что... Ну, это опять же, это от случая к случаю. Здесь, если я буду уменьшать, увеличивать, оно все опять, ну, хотя вот да. Чем больше экран, тем лучше все это видно. Хотя в любом случае, белое на светлом плохо. И синее на синем тоже не очень. И вот это на фоне текста полное говно. Ну, ух ты. Тут карандашики уже появляются. А ты не видел? А, да, не был сник. Да, да, тут телефон еще такой прям, как это... Так надо. Теперь, что касается шрифтов. Опять отсюда уйдем. А то я... Ну, кстати, я вот не знаю, какие инструменты разработчиков Яндекс брать там. Да такие же, как в Хроме. Да. Ну, тогда имя и воспользуемся. Компьютит, Playfair, Display и Serif. И вы такие думаете, ну, блин, какой-то стандартный такой довольно-таки шрифт. Но если мы посмотрим на... Так. Сources, то здесь нет шрифтов. То есть, ну, вот они не подключены фактически. Я вот там верю все равно. Давай вот, вот тут. Ну, нет, здесь только Font Awesome подключил, чтобы вот эти иконочки, ну, были не видны. А нет. И поэтому, если я здесь у себя... А, кстати, я понял, почему у меня такая проблема. Потому что трансформы все у нее без префиксов написаны. То есть, если я добавлю сейчас вебкит трансформ, то отступы все будут, как она, задумываю. Так. Ну, надо компас использовать. Или хотя бы автопрефиксером свои CSS-ки прогонять после этого, чтобы... Ну, ты понял. То есть, сейчас даже и здесь все будет по-человечески из-за того, что... Так. Это, я думаю, JS-ка просто такая и все. Ну, ты проверяй за JS-кой. Ну, понятно. Это вебкит трансформ. Вот все сразу как-то и появляется, да? Ну, оно встает, как нах... Оно встает, как она хотела. Но, несмотря на то, что она для маленьких экранов, очевидно, не продумывала. То есть, ну, сейчас мы посмотрим еще, как она хотела. Это вкусно, да. Так вот. Шрифт этот не подключен, поэтому он не работает. Проверить элемент, объект. Если я сейчас здесь выключу вот этот вот PlayFair дисплей, оставлю только сериф, вообще ничего не изменится. То есть, это сериф дефолтный есть. Я уж не знаю, какой там на Mac'е сериф дефолтный. Мы когда-то выкладывали какой-то ToolZoo, типа, какая она used для шрифтов, какие на каких операционках шрифты. Ну, в общем, вот. Ну, соответственно, с вот этим Sans шрифтом, у нее Open Sans. И мне повезло, что у меня он на компьютере установлен, опять же, из-за этой кита. Угу. Вот это и увидел. Паула Боровска, точечки и ни текста, ничего нет. Вот это тоже. Вот это еще ниже было у меня. То есть, я сейчас обновлю, как это было. Ну, в общем, она не запарилась за адаптивность, несмотря на то, что написала книгу про мобайл дизайн-бук. Здесь пацаны задумались про адаптивность. То есть, они все-таки хотят свою библиотеку как-то продать, не продать. Угу. И тут у них реально все, ну, круто я бы это не назвал. Я не люблю, когда меня скролли ограничивают, когда меня заставляют пошагово это делать. Но хотя, но оно плавно и оно адаптивно, это здорово. Угу. А когда человек пишет книгу мобайл дизайн-бук, то, наверное, надо себя как-то по-другому вести. Так точно. Ну, наверное, черт. Практически все, или что-то мы еще хотим сказать. А ты покажи на дряблу, как это все выглядит, самое главное. Если зайти к ней на дряблу, то можно посмотреть, как она это задумывала. То есть, вот здесь она выкладывала. И там причем будет со шрифтиком тебе. Угу. У нее-то на компьютере есть эти шрифты, она же не понимает, что их надо подключать. То есть, видимо, она дизайнер-то дизайнер, хотя вот, ну, контраст, ну, какой она нахрен дизайнер. Ну, да. Вот, тут хотя бы какие-то тоже вертикальные отступки чуть получше. Угу. Ну, и вот этот шрифт, да. Ну, он не сильно отличается, я тебе скажу, от того серипа, который у нас есть. Видимо, там ты профессионт заменил, да. Вот это тут, вот у нее прям вот входит этот текст в кофейное пятно. Видимо, это прям, ну, вот тут тоже уже заходит. Кампани я не дочитал, хотя я примерно понял, о чем. Ну, я бы поспорил с этими дизайнерскими решениями, причем реально сильно поспорил. Но мы ее все равно любим, поэтому ищи Паула и дальше на BN Limit. Давай покажем. Давай. Там, кстати, тоже контраст хромает, если так. О, господи, она меня еще на сам BN Limit отпускает только на эту кнопочку. Это у тебя получилось? Да. В принципе, могу. То есть у меня здесь вот такая сетка и посты, это типа вот эти вот. Это не у нее, это у BN Limit. Это как это ее блок. А, это полностью ее. Да, это полностью ее. Вот тут она сделала вот эти, какие-то, красивые, да тебе. О, и тут, ну, тут, тут, тут хорошо. Мне приятно его читать. Бран, он классный. Здесь интересная тема. Мы пару раз паблика скидали даже. Вот эти отступы, они, причем они всегда разные. То есть у меня тут, я не знаю, в чем она это пишет. На Enteric'е. Ну, короче, тут она БР-ки иногда или Enteric'е делает. Ну, ну, да, бывалочки. Я вот настолько кидантичен, что я не представляю, как бы я живу, если бы у меня так было на сайте. Но, видимо, ее зато быстро работают. Вот тут, нет, тут тоже такое. Ну, в некоторых нет вот этого Enteric'а большого, и там отступы примерно одинаковые. Но где-то она не запаривается за эту тему, ну, не знаю. В общем, вот так вот все у нас получилось сегодня. Много, наверное, да. Вас опять будут ругать, но мы так видим. Сегодня про Украину не было. Да, а жаль. Мы приберегли на итоги года. У нас следующие, через неделю, 28-го или 29-го, ты говоришь, будут итоги года. Ждите этот подкаст. Может быть, он тоже будет длинный, может быть, длинный. Не знаю, что-то так тезисно скажем, что материальный дизайн и так далее. И другие государства. Ладно, в общем, всем удачного дня. Подписывайтесь на наши соцсетях, в Инстаграме, в Твиттере, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Ничего не забыл. И слушайте подкаст в iTunes. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok